Прямо напротив въездных ворот на территорию Брестской краснознаменной пограничной группы имени Дзержинского отныне небезликие и пустые стены гаражей, а необычное украшение, привлекающее взгляд прохожих. Работы по созданию удивительного рисунка велись здесь около месяца. Идею разукрасить стену с помощью разноцветных баллончиков с краской главные творцы проекта Брестские граффитисты, конечно, поддержали. Взяв в руки свой привычный инструмент и вооружившись полетом фантазии, здесь постепенно, шаг за шагом, появлялась своя история. Затея хорошая, потому что в городе на самом деле много есть стен, мест, которые можно обыграть рисунком каким-то интересным и к этому месту привлечь внимание людей, горожан. То есть они там будут, ну, чаще их посещать, делать фотографии, это будет только, не знаю, плюс для города. То есть можно из каких-то обычных стен делать достопримечательности. Железнодорожный вокзал – памятник тысячелетию, въездная стелла, отцом логотип города даже известный брестский фонарщик, давно полюбившийся горожанам и туристам. Увидеть все самые популярные и излюбленные места жителей и гостей областного центра можно сразу в одном месте, а неэффектно запечатлелись на стене. А вот рисунок справа сложно назвать просто граффити. Зрелищные изображения больше напоминают стрит-арт, выполненный в духе патриотизма. Пограничное граффити в пограничном Бресте. Брест – город пограничный. Тысячелетие истории Бреста неразрывно связано с пограничными кордонами различных государств, различного уровня, различного содержания. Поэтому не только последние 73 года, когда Брестская пограничная группа здесь стоит на страже рубежей западных Советского Союза, Белоруссии, это достаточно глубокие исторические корни, глубокие исторические взаимоотношения пограничников и Бреста. Поэтому к тысячелетию истории города мы имеем прямое и непосредственное отношение. Может показаться, что настенная роспись уже закончена, однако специалисты заверяют, что вскоре здесь появится еще два интересных рисунка. Еще планируем несколько объектов разместить, сюрприз будет для горожан. Я думаю, что в ближайшее время, в сентябре, мы закончим полностью это граффити. Граффити – искусство или все же вандализм? Безусловно, каждый уличный мастер-кист решает сам, как и куда направляет свою творческую силу и энергию. Понятно одно – сегодня рисунки на стенах все реже приравнивают к хулиганству. Разрисовывать стены, чтобы это не противоречило букве закона, можно и порой даже нужно.